Здравствуйте! Я в прямом эфире на своём же канале, канале Натальи Разумовской. Сегодня я решила вам дать тайную молитву. Та молитва, которую ты будешь читать от любой болезни. Если вы эту молитву будете читать, никакая болезнь к вам не пристанет. Даже если она у вас проживает в вашем организме, она от такой молитвы уйдёт. Когда я вам прочитаю эту молитву, вы послушаете её, вы поймёте, о чём я говорю. Потому что там такие слова, что от такой молитвы убегают и бесы, и дьяволы, и любая болезнь самая сложная, вплоть до онкологии. Есть такие чудесные молитвы. Если вы слышали по телевидению или по... Вот сейчас компьютер у вас есть. Люди рассказывают, что от одной молитвы можно исцелиться. Верите вы в это, не верите. Знаете, в жизни надо пробовать всё, для того, чтобы и защита у тебя была. И сейчас время такое, вы же понимаете. Послушайте молитву и поймёте, о чём я говорю. Я долго вам рассказывать не буду. Я сейчас немножечко выпью водички. Я специально зажигла семь свечей, потому что это настолько сильная молитва, что я и сама её читаю всегда с трепетом. И такие обращения запомните раз и навсегда от любой болезни. Если вы болеете, дочитайте каждый день, зажигая свечи. Почему я зажгла семь свечей? Потому что в семь дней Бог создавал землю. И это число знаковое. Можно зажигать три свечи. Отец, Сын, Святой Дух. Можно и так делать. Но у меня было сегодня семь свечей. И захотелось мне именно, чтобы семь свечей горели, когда я буду вам читать эту молитву. Слушайте внимательно. О сладчайшее имя! Имя, укрепляющее сердце человека. Имя жизни, спасения, радости. Имя драгоценное, святозарное, славное и приятное. Имя, укрепляющее грешное имя, которое спасёт, направляет, сохраняет и управляет всем. Повели именем своим Иисус, да удалится от меня дьявола. Открой, Господи, мне невидящие очи. Уничтожь мою глухоту. Исцели мою хромоту. Возврати речь немому моему. Уничтожь проказу мою. Возврати мне здоровье. Воскреси меня из мёртвых. И возврати мне снова жизнь. Оборони меня со всех сторон, укреплённой святым Твоим именем. Мог пребывать всегда в Тебе, в словословии и почитая Тебя, так как всё это надлежит Тебе, как достойному славы Господу и Сыну Вечного Бога, Которым всё управляется и пребывает в радости. Хвалу, честь и славу Да воздадут Тебе всегда из века в век. Да будет так. Да будет Иисус в сердце моём. Да будет так. Да будет Господь наш Иисус Христос всегда во мне. Да возродится Он, да сохранит Он. Да будет Он передо мной и поведает мне. И да будет Он, и обережёт Он, и да будет Он. Аминь. Ну, вы видите, какая молитва. Вы понимаете, кому обращена молитва. Вы знаете, что только так мы можем обращаться к нашему Господу, Который помогает нам в этой жизни. Иначе никак не пробиться. Иначе никак ничего не добиться. Эти слова древние, древние, древнючие. Поэтому эта молитва читалась уже миллиарды, наверное, раз, если не больше миллиардов раз, может, уже триллиарды раз. Потому что каждый человек, который знал эту молитву, он всегда её читал для себя. Чувствует себя плохо, давай читать. Чувствует настроение, нет, тревога какая-то, давай читать. Эта молитва на столе была. Потому что мы, если болеем, если нас что-то беспокоит, что мы делаем? Мы бегом к врачу, таблетки, уколы, лечишься, 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 одно вылечил, второе залечил. Залечил, начинаешь лечить то, что залечил. И поэтому, если вы будете эту молитву читать, ещё не болея даже, потому что видели, какие слова. И от дьявола освободи. И от всяких таких вот нехороших веяний на тебя освободи. Понимаете? Вы будете обращаться именно к этому. А кто болезни приносит? Понятно, кто приносит болезни. Потому что дьяволу интересно нас испытывать и делать опыты над людьми. А Бог – защитник. И если вы к нему обращаетесь, то он всегда приходит на помощь. И сегодня я прочитала эту молитву. И вы со мной её послушали. Я не только прочитала, я и свечи зажигла. Значит, сегодня вы вступили в наш, скажем, союз, читающих эту молитву и помогающих самим себе. Вы можете вместо своего имени, если вы о ком-то хотите молиться, вместо своего имени можете ставить имя того человека, о котором вы беспокоитесь. Это могут быть ваши дети. Это может быть ваш муж, ваши родители. Не важно, от ком вы будете беспокоиться. Вы можете эту молитву читать. Когда я её читаю, я обязательно хоть одну свечу и она зажигает. Потому что, когда мне сказал батюшка, что когда ты зажигаешь свечу, с дымом свечи молитва быстрее поднимается к небу. Я так подумала и правда. Когда горит свеча, вы видели дымочек такой? Вот даже вот видите, где я руку держу? Вот. И мне горячо. Ещё выше. И тут мне горячо. Вот попробуйте сами. И вот тут даже мне горячо. Вы посмотрите, насколько поднимается. А мне и не видно. Видите, тут, собственно говоря, ни дымка, ничего нет. А вот вот этот теплота и горечь от огня. Всё слышно. Значит, можно поверить. И это правда, что когда идёшь даже в церковь и ставишь свечи, когда я батюшку спрашивала, ну хорошо, я если так хочу дома помолиться. Он говорит, поставь свечу и молись. А я говорю, а вот в церкви лучше может молиться. А он говорит, что много людей приходит, много свечей ставит. И быстрее это, ну вот, свечи горят, и с дымом свечи быстрее дойдёт твоя молитва. Вы знаете, я это принимаю. И это правда. Потому что когда ты идёшь в церковь, и у тебя есть состояние какое-то душевное такое. Но сейчас не очень есть, может, у всяких возможностей сходить в эту церковь. Поэтому вы дома можете сделать свою церковь и читать эту молитву. Эту молитву читают тогда, когда душа болит, когда вот настроение депрессивное, такое, как и у меня сейчас. И я, когда читаю эту молитву, как у тебя от души отходит, ты понимаешь, что есть защитник, который тебя защитит. Ты понимаешь, что всё это правда. Вот я за сколько лет практики, я столько чудес насмотрелась, что вы себя даже не представляете. Я так понимаю, и вы эти чудеса видели. Потому что мне многие рассказывают о тех чудесах, которые с вами происходили. Но знаете, есть же такой Фома неверующий. Поэтому я, знаете, призываю вас, кто, у кого детки есть, почитать эту молитву. Да для себя просто берите, читайте. Если её читать каждый день, на протяжении 33 дней, все болезни отходят. Все отходят болезни. Выберите себе время. Допустим, я буду читать утром. Хорошо. Я буду читать вечером. Там работаю, а мне нужно почитать. Я буду читать вечером. Но учтите один факт. Это нужно читать 33 дня, день в день. Пропустила один день. Можно всё начинать сначала. Настолько это важно. Я всегда, когда такое делала, я ложила календарик и вычёркивала тот день, который прочитала. Потому что изначально бусинки ложила. Об этом думаю, а я не помню. Положила я бусинку, не положила. И поэтому бусинки у меня были заменены календариком. Зажигались свечи. Календарик. Потом, когда я прочитаю молитву, я свечи тушила. Потушу. Я брала такие длинненькие изначально свечи. Если они догорели, а 33 дня ещё не прошло, меняйте на новые свечи. Это ничего такого нет. Потому что свечи зажигаются для того, чтобы ваша молитва первой была услышана. А от того, когда вы поменяете, через один день, через 10 дней, роли никакой не играют. Главное, 33 дня, почему, не знаю. Так написано было в старинной книге. Так и я вам говорю. Эта молитва считается для исцеления любого человека от любой болезни. Любой. Не важно, какая болезнь. Вы же знаете, на этого бедного человека столько болезней, что их даже перечислить невозможно. Начинаешь перечислять и собиваешься. А как говорил Господь, что если один человек молится, я слышу его. Если два, я тоже его слышу. А когда три человека соберётся, то я буду рядом и буду молиться вместе с вами. А нас соберётся много. И когда мы будем собираться, Господь будет с нами. И будет наша молитва о наших близких или вас самих. Если вы хотите вот за себя почитать, вы можете за себя почитать. Потом потушили свечи, за себя почитали. Другие свечи для другого человека. Потому что ваши свечи для вас. Для другого человека новые свечи. Но я вам говорю, не надо столько. Семь там. Три свечи. Одна свеча. Этого будет достаточно. Кто, сколько вот душа подскажет, вот хочу столько. Столько и ставьте. Тут не важно. Мне сегодня захотелось семь свечей. Но люблю я эту цифру. Я думаю, вы многие любите эту цифру. Эту молитву я вам напишу. Я вам напишу. Под этим видео я обязательно напишу. Перепишите, храните. Эта молитва очень древняя. Эта молитва из древней книги Эту молитву я никому еще не давала вообще. Но сегодня в такое время тяжелое больных столько, ранены, детей домой ждут. Читайте. Читайте, потому что эта молитва спасла не одного человека. А, наверное, миллионами. Потому что за то время, когда ее люди узнали, Господь ее дал людям, я думаю, уже ее читала там очень много человек. Поэтому сегодня я с вами. Я даю вам вот такое вот наставление. А вы уже смотрите сами. Потому что ваша жизнь, это ваша жизнь. И вы сами ею распоряжаете. удачи вас вам всем. Пускай Господь вас сохраняет. Всех от маленького до старенького. Всех, всех людей на всей планете. Потому что мы пришли на эту планету не мучиться, не страдать, а жить нормально. Но вы знаете, что есть силы, которым это не нравится. Так давайте будем бороться. Куда деваться? Нам деваться некуда. Удачи вам всем. Пока-пока. Приходите на мой канал. Подписывайтесь. Не забывайте. И не забывайте поставить лайки. Потому что лайки это благодарность. А мы с вами люди воспитанные. Ну я не знаю. Нас воспитывали так. Когда нам что-то делали, мы всегда говорили спасибо. Меня мама всегда так учила. Бабушка так учила. Если не говоришь спасибо, получаешь подзатыльник. И поэтому вы нас научили быть культурными, воспитанными людьми. Чего я учу и вас. Давайте, милые мои, пока-пока. Удачи вам всем. Спасибо. 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 Спасибо.